Думаешь, глупо ли предположить, что украинцы взломали борт номер один, подставили Россию и подстроили крушение собственного самолёта? А что такое? Мне нужно представлять масштабы моей безумной идеи. Скажи, зачем им это? Скажи мне, а как ещё настроить президента США против России? Заставить его считать, что они на нас напали? Чтобы он не позволил атаковать Украину. Ну, ты и завернула. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. 45-й, третий даун. Ну, так что, я свихнулась. Такое возможно? Как быстро пассажиры покинули самолёт после известия о поломке? Судя по данным чёрного ящика, через 48 секунд. Кто-нибудь погиб? А кто-нибудь ранен? В отчёте не указано, что у пассажиров были травмы? Уже интересно. Когда я прыгал с парашютом, ни один человек в первый раз не уходил без травм. Порезы, синяки, растяжения, переломы. А ведь это были морпехи с лучшей физподготовкой. И прыгали с исправного самолёта, а не кучка дипломатов с жаждой жизни. Господин президент, я в полном замешательстве. Михаил, поверьте на слово, что вам же будет лучше, если вы прекратите отнекиваться. Мои родители и их родители постоянно страдали от набегов русских. Я не хотел, чтобы Украина ещё раз пала от рук этих монстров. Я решил сделать всё, что в моих силах, рискнув своей и вашей жизнью, чтобы добиться независимости своей страны. И я бы поступил так же снова. Но, к вашему счастью, ваша схема закинула нас в одну лодку. Если мы обо всём расскажем, Россия тут же нанесёт удар, погибнут миллионы людей. Они выведут войска, мы будем выглядеть слабыми, хотя, выдумаю, тоже. Так что на данный момент ничего менять не будем. и обеспечим бесполётную зону над Украиной. Сорок миллионов украинцев не заслужили смерти из-за того, что сделали вы. И мои люди благодарны за ваше милосердие. Давайте на чистоту. Если вы хоть кому-то скажете, мы разоблачим вас, поймаем и бросим в самую чёрную дыру, где все преступники. Чувак, он бежал словно зверь. В воздушном пространстве Украины что-то есть. Русские нарушили границу полчаса назад. Что сказала Острова? Москва молчит. На звонки не отвечают. Послание ясно. Они нас никак не воспринимают. Это их шоу. Значит, нужно показать им, кто есть кто. Наши люди уже готовы, господин президент. Ждём вашего приказа. Разрешите открыть огонь? Разрешаю. Продолжение следует...